Доброе утро, дорогие друзья. Итак, новая недельная глава. Глава Талдот. Это уже Ицхак. Уже заканчивается эпоха Авраама. И мы с вами попадаем в эпоху Ицхака, другую духовную эпоху. Но одно и то же сохраняется. Одни проблемы. Вообще, почему истории всех персонажей Библии, самых любимых Богом, изобилуют такими сложными перепитиями? Того пропало, тот удрал, того хотели убить, эту жену подменили. Это набор сплошных каких-то, с нашей точки зрения, беспрерывных неприятностей. И не утешает то, что Бог не дает ношу, которую нельзя вынести. Понятно, вынесли они, стали, так сказать, столпами всего. Но скажите, нам, с нашей человеческой точки зрения, представляется их жизнь такой, как мы хотели бы? Наверное, вряд ли. Нам проще иначе. Мы сразу думаем, ты любимец Бога, сразу Роллс Ройс, счет в банке, яхта на Багамах или еще что-то. Но Бог этот мир видит, оказывается, абсолютно иначе. А если еще точнее, то наоборот. Задача Бога помочь человеку проснуться, помочь человеку выполнить миссию в этом мире. И обратите внимание, пережив сильное страдание, человек становится намного чувствительнее к боли других. Открывает свое сердце. Таких историй очень много. Поэтому у Бога свои способы разморозить сердце. Лучше разморозить его, ну как бы, по-хорошему. Надо научиться радоваться себе таким, как ты есть. Не придумывать каких-то иллюзий, каких-то там дремучих картин. Проще говоря, Бог лучше знает, каким надо было тебя создать, в каком месте, в каких обстоятельствах, какого пола, в каких там жизненных условиях. Дело в том, что только в его компьютере, вот в том, вот в великом компьютере, есть возможность соединить прошлое, настоящее и будущее. А еще только он знает, что мы накуролисели в прошлой жизни, для чего пришли сюда, что должны исправить. Понятно? В теории это понятно. А на практике, вот сложно, есть такая старая притча про императора и его сад. Император любил свой сад. Выращивал там различные экзотические растения, со всех уголков мира ему привозили. Каждое утро он гулял по саду, если нужно, поливал, подрезывал цветочки, получал удовольствие. Однажды он заметил, что все растения начали одновременно сохнуть. Он подошел со снега, говорит, ты почему сохнешь? Разве тебе не подходит климат? Знаешь, мне не нравится, как я выгляжу. Я хотел бы иметь такие толстые, большие листья, как вот у пальмы. Император пошел дальше, остановился у апельсинового дерева. А с тобой что случилось? А я хочу быть огромным, как кокос, там давать плоды такие большие. А что я, вот такой маленький апельсинчик у меня. И кому бы не подходил император, каждый жаловался на свою жизнь и кивал на другого. В конце концов он устал, присел, увидел малюсенькую фиалочку. Спросил, она говорит, у меня все замечательно. А почему ты не жалуешься? Она говорит, ты знаешь, в мире столько растений, все разные. Если бы Бог хотел, чтобы я выглядела иначе, Он бы создал меня иначе. Вот, собственно, принять то, что если Бог сделал человека, меня таким вот, как я есть, то ему так и надо, и мне так и надо, что самое главное. И это идеально для меня, и что спорить с Богом бесполезно, и что единственный правильный вариант принять вот все, что есть, и попытаться получать, ну, если хотите, удовольствие от того, что происходит с тобой, это единственно правильный путь человека на земле. И поэтому, когда мы говорим про отцах, о том, какие испытания они перенесли, какие сложности, то все это было, ну, настолько выверено на том великом компьютере наверху, что нам даже не надо на эту тему думать. Надо понять другое, вот, сложности, ошибки, это часть жизни. Вот страшно не ошибиться, а повторить одну и ту же ошибку, говорят наши мудрецы. Что бы ни случилось, надо подниматься и идти вперед. У Бога на тебя свои планы. Не обращай внимания на сложности. Сложности даются для того, чтобы закалить человека. В жизни каждого человека так запланировано, есть взлеты и падения. Жизнь это не лестница только вверх, к небесам там, к своему счастью. Так не бывает. Люди болеют, теряют работу, бизнес, друзья приходят и уходят. Кто-то разоряется, кто-то... Поэтому нам рассказывается вот так про отца, что у них то же самое, чтобы мы не подумали, вот если бы там я... Нет, у них было то же самое. Поэтому у каждого есть предназначение, то, что называется программой судьбы. То бишь человек не может жить, не не может, как бы, что проходит красный нить через него. Он для чего-то родился в такой-то стране, в таком-то обществе, в такой-то семье. Не надо этому сопротивляться. Кстати, круто менять жизнь, это тоже часть судьбы, если кому уж совсем что-то сложно. Поэтому хочу пожелать брахава от слаха на целую неделю. Чтобы здоровье обязательно было очень все непросто. Всего самого-самого лучшего. Брахава от слаха.